Веган Христолюб Веган Христолюб РФ Все эти домены ко мне относятся Я сделал такую страничку Так и назвал ее Последняя седмина апокалипсиса Это последние 7 лет жизни человечества Перед вторым пришествием Иисуса Христа Но равен ли этот период всем событиям Книги Откровений И можно ли поставить знак равенства между ними Мы сегодня с вами первое Разберемся откуда вообще взялась эта седмина Или семилетие По русски более понятное слово Последняя ли она Вообще почему 7 лет Почему они последние И равно ли это семилетие Книги Откровений Вот вся книга Откровений Которая всем известна Откровения Иоанна Кто-то считает, что это Иоанн Богослов Но это сегодня не суть важна Не предмет разговора Об этом я в принципе говорил Равна ли она Книга Откровений Сколько по продолжительности События книги Откровений Если мы скажем, что это семилетка Как раз здесь 7 лет О которых говорится в книге Даниила А это единственная книга Где говорится о некой седмине О последней седмине О последней семилетии Я даже не знаю, каким вам удобнее языком говорить Седмина это семилетие Хотите, если я в будущем проще говорить Я буду говорить семилетие Мне как-то оно даже близко Седмина более короткое такое слово Но оно может быть не совсем понятно Вот, можем ли мы считать Что книга Откровения Все события книги Откровения Это 7 лет Самые реально настоящие 7 лет жизни человечества С чем мы это взяли Можем ли предпролагать Не можем ли Можем ли доказать Как-то Об этом мы сегодня и поговорим О седмине Или последней седмине Последнем семилетии Мы с вами узнаем Из книги пророка Даниила И лишь только из нее Но прежде чем мы обратимся к ней Посмотрим, что нам известно Из книги Откровения И какие места из нее Смогут нам что-то подсказать Или приблизить К пониманию вопроса От седмини То есть, как я вам сказал Уже два раза Еще раз последнее зафиксирую Эту мысль Простую, что Вообще об этой семилетии Мы узнаем только из книги Даниила Но там несколько раз Об этом сказано А прежде чем к ней перейти Я хочу вам набросать Все-таки В книге Откровения Есть разные цифры Разные какие-то Нумера Как это говорят Которые нам что-то означают Количество погибших Истребленных деревьев Рыб Людей Мы с вами знаем Об этом Но также в книге Откровения Есть несколько цифр Говорящие нам О продолжительности Каких-то событий Говорящих прям Понятным языком Давайте мы с вами Напомним Я вам напомню Эти три места Одиннадцатая глава Книга Откровения Такая же последовательная книга Я всем всегда говорю Не забывайте об этом Да, там есть запараллельные события Как мы рассказываем И о том, что творится у Васи И о том, что в это же время Творится у Маши Да, есть запараллельные места Но последовательно происходящих событий Никогда об этом не забывайте Как и во всей Библии Книги собраны Последовательно Но есть просто книги Говорящие об одних и тех же событиях С разных сторон Взглядами разных людей Или судьбы разных людей В это время Поэтому, конечно, некоторые книги Запараллелены Исторически просто Но сама Библия Тоже собрана Последовательно Поэтому я вам всегда Называю Не забывайте, что у вас Мы сейчас прочитаем Одиннадцатую, двенадцатую, тринадцатую Не главы, просто стихи возьму Вы знаете, как я люблю Большие ролики Чтобы раскрывать все темы В полноте Но я вот сейчас пишу Такую маленькую серию По поводу всех этих И стараюсь немножко поделить Ну и где-то немножко Вырывать из контекста Но, как бы, говорю себе Разрешаясь И только потому Что у меня есть На канале Христолюб чтение Библииных писаний Целиком записана Вся Библия Всех книг Все книги Библии С прочтением моим И комментариями Сразу же Ну и читаем Одиннадцатая глава И дам двум свидетелям Моим И они будут пророчествовать Тысячу двести шестьдесят дней То есть Одиннадцатая глава Кто знает Тот хорошо Тот молодец Кто не знает Я говорю Там речь идет О неких двух Светильниках Неких двух таких пророках Последних Можно сказать Но они уже не пророки Да Там уже особо нечего пророчествовать Вот Но они будут обличать Ну потому что я Выражаюсь пророк Потому что пророк Кими Возьмите Вспомните Сюда яркий пример Перед нами Иоанн Притеча Христов Он и пророк И не пророк О Христе он не пророчествовал Потому что он уже Говорит Я на него указывать пришел Но он пророчествовал Тоже о будущем И он обличал Грешников А пророческое служение Всегда несет В себе Две такие линии Два направления Два основных Мотива Пророка Да Он, например Что-то он пророчествует Предрекает Ну по сути Он обычно предрекает Грешникам И праведникам Их будущее Да Вот И при этом Обличая грешников Вот обличительное служение Это по сути Тоже Ну это все Мы все должны быть Христиане Все должны быть пророками В душе своей А возможно И по внешней проявляем Это очень важно Но Просто некие события В Иерусалиме Произойдут Вот такие два пророка Возможно Древние пророки Возможно Как говорит Это Моисей Или Или Енох Там не важно Кто из древних Реинкарнирует Может быть Это новые будут Какие-то личности Это не имеет значения И вот эти вот Два светильника Два пророка Будут пророчествовать 1260 дней Да Это 3,5 года Ну 3,45 Сотых Если быть точным Дальше 12 глава И жена Убежала В пустыню Где приготовлено Было для нее Место от Бога Чтобы питали ее Там 1260 дней 12 глава Тут пропущена Будет война На небе Да Жена Это церковь Родила она Там Некого младенца Это либо Это либо Ну Так скажем В церкви Всегда есть какие-то люди Очень активные Проповедники Блогеры На современном языке Да И вот Либо там Имеется ввиду Один человек Либо Небольшая группа людей Ну Среднень Малое стадо Все равно Внутри церкви Которая будет Светить тоже Да Вот Но основная масса Будет людей Таких Обычных христиан Средненьких И живущих Они будут сокрыты Во времена Антихриста И 13 глава Где описано Воцарение Антихриста И его царство Написано И даны были ему 100 гордые Говорящие гордые Бахахульные И дана ему власть Действует 42 месяца То есть Чуть другими словами 42 месяца Кто умножит И все поделит Поймет Что это те же самые 1260 дней Это те же самые Три с половиной года Ну Округляя я говорю Да Если Целыми Единичными Выражаться Цифрами Да Вот То есть Мы с вами видим Что эти события Происходят В книге Откровения Описаны Если воспринимать их Вот у меня есть Такая иллюстрация Я скоро Ей буду пользоваться В следующих видео Но я вам сейчас Все равно Я покажу Если ей пользоваться Как Последовательными Событиями То мы с вами Видим Что Книга Откровения Как минимум Может с вами Три главы Как бы Можно сказать Прочитали Ну пусть В кратках В стихах Можно сказать Это три главы Более того Все эти события Одиннадцатая глава Начинается Это Седьмая труба Седьмой ангел Вострубил Да То есть Это прошли Семь печати И семь Труб И Семь ангелов Трубящих в трубы Правильно выражаться И потом Только начинается Вот это Два пророка Дева И царство Одиннадцатая глава Если эти события Смотреть на них Чисто Как на последовательные То Мы с вами Уже Можем насчитать Я думаю Что все Вы обладаете Элементарной Начальной Арифметикой Три с половиной Что умножить На три Что сложить Получается Сколько Десять с половиной лет В любом случае Уже Ни о какой Седьмине Равенство Семилетию Так называемой Последних времен В книге Даниила Мы никак не можем Скопировать Или как хотите Наложить калькой На книгу Откровения Но это при условии Что если мы Эту рассматриваем Последовательно Но Мы действительно Можем увидеть В книге Откровения Читая вот эти места Что в принципе Это говорится Вот Книга Откровения Идет, 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 идет Потом она Разветвляется Заметьте Не сумбурно Не меняя события Кто-то меня может укорить Я сам Вы знаете Так всегда проповедую В коем случае Не переставляя Сверху на низ Нет Просто идет параллель Потому что В этих главах Рассказано Что будет происходить На небе Знаете Как в фильмах Говорят Или что-то показывают В то же время Там у Васи В то же время Там в этом То есть Конечно Наш с вами Сейчас почти Восемь миллиардов Ведь в одну секунду Восьми миллиардов Людей Абсолютно разная жизнь Если вы захотите Описать ее последовательно Описать То, что происходит На земле Вот сейчас Там рашистская агрессия Против Украины Ведь в одно и то же Самое время В Кремле Там одно Убийца-тираны Решают В Украине В это же Самое время Другое что-то сидят Думают Как там Защититься Как еще что-то В Америке Там где-нибудь В Вашингтоне Своё что-нибудь Думают По этому поводу Да И мы захотим И где-то произошли Очень важные События Да Причем у нас Большой мир Где-то что-то В Китае происходит В Китае может какое-то Событие великое Произойти Конечно же Захотев упомянуть Все эти события Мы их вынуждены В книгах Всем говорю Слева направо Или сверху вниз Описывать последовательно Но Они происходят одновременно Я говорю Не зря Где-то в фильмах Бывает Или в книгах Такую фразу употребляют В то же время Там-то Происходило то-то Да В книге Откровений Нет такой фразы Почему она упущена Мы должны Сами догадываться Но действительно Знаете Я хотел вот эти Разговоры Отложить на будущее Видео Но так как там будет О втором Пришествии Сусть Христа Но я все-таки Здесь вам уже Поговорю Я вот такую Схемку нарисовал Но на самом деле Действительно Вот эти события Я там буду более подробно Говорить Почему они похожи Почему мы можем судить Что в принципе Вплоть до того Что мы не просто Их можем накладывать Вот так вот Да И в принципе Можем уже сократить Эти 10,5 лет До там Семи лет Допустим Да Вот Не забывайте Что это только часть Книги Откровений Вот Хотя немалая Все-таки Я говорю Я потом это буду Еще показывать Мы можем их вот так Вот наложить Три Тогда я говорю То есть Дева в пустыне Может это где-то Рассказываться Посередине этих событий Что-то там происходило Ведь Я говорю В книге Откровений Не сказано Что вот эти события Она не написана Параллельно Да Она написана Последовательно Мы не можем сказать Какие то есть Происходят Более того Действительно Если эти все Три Все эти три события У кого развито Развито визуальное Воображение И память очень хорошая Вы когда их читаете Или потом содержите В уме И анализируете Действительно Вы видите Что в принципе Речь может идти Об одних Вообще Вообще об одном И том же времени Действительно О промежутке времени В три с половиной года И действительно Что Война на небе Там начинается И дьявол Архангел Михаил Побеждает Сатану Дьявол И низвергает Его на землю С третью Бесов Именно в то же самое Во время В какое Допустим Воцаряется Антихрист Да Может быть Это может быть Такое И в это же время И начинаются Те гонения Которые описаны В тринадцатой главе Но которые в двенадцатой Образно были сказаны О том Что дева будет Да Некая часть Которая Рождена ей была Это будут святые люди Да Их будут резать Убивать Это тоже христиане Но они прям Мученики Как жертвы Там Есть же у нас Кто знает Там В православных сектах Там Статус святых Или как там Деление их Там Да Что-то мученики Здесь то же самое То есть По сути Эти вот Рожденная церковь Это мученики Да А остальные Будут сокрыты В пустыне Вот эти Три с половиной Вот Того же самого Царства Антихриста То есть Они Страдат Так скажем Не сильно будут Ну кто-то будет А часть вот не будет Об этом нам просто сказано Сначала в образе А потом еще рассказано Да Все это Может быть Такой Может быть В принципе Все эти Три яркие эпизода В которых Единственные В которых нам сказано О каких-то времена О каких-то сроках Эти события Можно сжать до одного Вполне Вполне Эти так скажем Три главы Более того Само царство Антихриста Описано с тринадцатой По девятнадцатую По второе Пришествие с Христа Где будет изливаться Чаша гнева На царство Антихриста На всех его Подданных Да Граждан То То в принципе Все эти три с половиной года Просто там же Не просто три с половиной года Они будут продолжаться Да Вот Все эти Все это можно Действительно С воцарения Антихриста До второго Пришествия Иисуса Христа И тут мы И как минимум У нас есть точно Минимальная грань Это уже однозначно Потому что дальше Пришествие Иисуса Христа Да Как минимум Мы знаем Что Со времени Воцарения Антихриста До второго Пришествия Три с половиной года Будет продолжаться Его царство Все Это вообще однозначно Это все Печать Аминь истинно так по-другому не может быть да те события которые перед воцарением в 12 11 главе описано можем и сюда внести за параллель этих да можем я вам сразу скажу что можем как думаю я я расскажу второе пришествие когда ролик будет писать и втором пришествии а а а годе и месяце второго пришествия иисуса христа буквально через один видео на одно видео будут записывать там я скажу какой ближе что мне к чему я склоняюсь как я исповедую как веру и чего жду чего ожидаю если мы запараллелим да то в принципе уже мы видим что ну в принципе 7 7 печати и 7 ангелов трубящих несмотря на все ужасы какие там описаны масштабы и кажется что невозможно ли что они так быстро случаться тоже то есть нас остается из 7 всего три с половиной года возможно ли что все эти события произойдут 7 которые описаны всеми печатях и 7 трубящих ангелов произойти до за три с половиной года я вам скажу что в принципе возможно с развитием современного человечества ну все этой науки техники того оружия которые мы имеем того общения вот это контактов то эти самолеты да не зря сейчас эпидемии распространяются многократно больше чем когда-то в древние времена пока там кто-то на лошади куда-то доедет да сейчас все заболел чихнул улетел в другое место да c они есть люди которые цен меняем где-то путешествует лазит бродит да там блогеры вот и эту заразу по любую по всему миру очень быстро распространяю до какой-нибудь эпидемии поэтому с развитием современного всего и вообще как сейчас быстро течет времени как люди стали нетерпеливы все им надо сейчас и сегодня тоже я могу вам сказать но вы уже по моим словам понимаете да что я могу исповедовать хоть я вам сказал что я открою этот секретик через видео но на самом деле можете доказываться по моему лояльному такому тону что может быть может быть то есть в принципе книгу откровения все события книги откровения которые нам оставлено все все и вот этот весь этот апокалипсис так называемый возможно почему я хочу еще один ролик следующее записать это великой скорбь одно это семилетие вот мы сейчас с вами выясняем это книга откровение это следующее видео будет великой скорбь это книга откровение или тоже нет вот этот место вот я прежде чем подготавливаю большому видео возможно по дню и месяц 2 пришли с христа сейчас такую череду маленьких таких подготовительных видео записывать чтобы вас какие-то яркие такие кляксы или как хотите когда картину ресурс все общие черты вырисовались да вот поэтому как хотите называется великая скорбь тогда может все это продолжаться семь лет вполне может все это так быстро происходить вполне с тем масштабом до чего докатились люди с возможностями со всего вот этого все это вполне может быть ну а мы с вами возвращаемся тогда ну и теперь вот этого я надеюсь достаточно то есть я вам говорю прежде чем перейти книги днила мы с вами вот на книгу откровения посмотрели то есть я уже сказал да вроде как еще раз то зафиксируем то есть в самой книге откровения как таковой где она тут у меня была то но самой книги откровения нету конкретно цифры что она семь лет книга откровения сама не названа книга великой скорби тоже чем мы будем в следующем видео говорить да вот но в книге откровение инс что мы можем взять что уж точно там вот эти события с и и это очень важный а почему это сделал выдумать я просто так это делал не понять что с воцарение антихриста второго пришествия три с половиной года тоже очень важно это же надо зафиксировать то есть мы с вами низкой моментов зафиксировать это я уж так присовокупил цифры чтобы ни у кого тоже путаницы не было то что мы знаем эти цифры 11 и 12 главы еще до поэтому от понять откуда они потому что если их рассматривать параллельно какие-то события последовательно то вообще 10 лет только на это получается вот но так как их можно запараллелить и возможно что это не зря цифра один в один совпадает да что возможно все-таки это параллельные события ну при последовательной всей книги то сначала печать то трубы потом запараллеливается как я уже сказал то же самое как я рассказал про книгу библии до найдет последовательно книга там бытие исход моисея второзакония там числа второзакония да там там иисус навин все судьи по порядочку идут ну да начинается книги царств начинается уже за параллельность пошли из книги царств они больше сконцентрирован на царе во время этих царев жили пророки причем с дружа и с этими царями контактирующие обличающих нас есть пророческие книги некоторых пророков более того пророки было по несколько в одно и то же время когда было там пленение евреев помните в каждом в плену были свои пророки в израиле остались свои пророки да у нас есть книги там притч царя там давида соломона и да все эти то есть оказывается еще этот царь чат писал то есть эти книги они параллельно в истории идут он и жил и он жил и пророк жил и они писали что-то это как бы надо понимать что да в библии книги последний но они так в книгах немножко запараллеливаются не немножко верно запараллеливаются он там с разными наложениями а может быть практически одинаково это важно да вот понять то есть это мы с вами увидели и если да я заранее скажу если предположить что и книга откровения но ей принципе это уже сказал да что если книга откровения это есть семь лет то мы с вами прочитали что царство антихриста три с половиной года значит в принципе она делится пополам вот до царства антих до его воцарения и после до второго пришествия если у нас после четкой из цифры три с половиной года ну значит до остается то что из плана года я поэтому вам и сказал что 7 печатей и 7 ангелов трубящих мы вынуждены им от уделить и масса стал осталось только тоже три с половиной года если из этого исходить да но вопрос книгу откровения можно ли назвать этим семилетием это это остается тайна если хотите на самом деле скажу вам наперед да но что же мы с вами читаем в книге даниила книги даниила ну вот я тут так написал от но теперь давайте рассмотрим три места из книги проба не говорящий нам о последней седьмине 7 и последний у нас есть три места говорящие об этом их конечно плохо рассматривать тоже вот так прям вырывая из контекста поэтому я хоть себе на этих страничках делаю вырванные и стихи мы с вами давайте будем обращаться естественно прям непосредственно книги даниила и все-таки я там буду вам хоть более-менее контекст показывать уже концентрируясь на самих этих стихах первое место причем будем с вами также последовательно рассматривать это восьмая глава даниилу снится сон или видение с хотите у него было не совсем здесь здесь не сон знаете ему несколько снов таких про пророческих снилось ну здесь как видение в третий год царство велтосар царя явилась мне даниилу видение после того который велась мне прежде ну как и помните павел писал не знаю то ли во сне то ли не во сне тут в этом плане четко видение тоже пару понятия ну да я буду все-таки говорить по тексту все-таки мы знаем когда даниилу снились на а тут он самого что это было некое видение и видел я видение когда видел я был в сузах престолов городах волосе еломске видел я ведение как бы у река ела это видение о некоем козле и овне да как они там будут бодаться опять пророга мы с вами все это немножко пропустим чтобы не удлинять ролик и прочитаем хотя бы с места где уже воцарение антихриста книга рассказывает все вообще это видение даниилу в принципе все то же самое что говорил иисус кратко вы знаете уже надеюсь апокалиптичная речь иисуса она находится в матфея 24 25 глава где иисус прямо отвечает почему плюс вы сами по главу может понимаешь это конец евангелия она всего из 28 глав евангелия от матфея состоит и и когда уже его апокалиптическую речь он говорит уже при буквально за несколько дней до своего ареста они уже на последнем так скажем в его жизни праздники пасхи там всех праздничной недели всего этого периода там еврейского когда они все это праздную то они побывали версалиме вышли ученики там восхищаются как и как и какой здании как у ира там храм отстроил все это прихрамовое здание и камни какие все все это сессии фельдепестры везде данный способе что все это будет разрушена не упрямо спрашивают до каков признак второго пришествия твоего что будет когда все произойдет все эти там разрушения как у признак твоего второго пришествия что будет с миром до иисус им прямо начинает большую речь в которой излагает как я говорю как кратко излагает крингу откровения на такое краткое содержание с хотите в детстве в школьные времена у нас была такая стали выпускать какую-то по шпаргалку там краткое изложение всяких литературных произведений которым в школе проходили да здесь то же самое то есть речь иисуса отходить такое оглавление и краткое изложить изложение книги откровения даниила все сны его все вот эти видения я при книге при чтении книги даниила говорил то же самое что все вот эти его сны и видения такие краткие изложения то же самое в оконцовке книги откровения которая уже дана человечество но они бы были как бы казалось бы ненужными снос через книг открыть нет они только дополняют раскрывают утверждают все эти события вот а что-то даже говорят о том чего нет вот как мы с вами видим что даже о тех самых семи годах в принципе мы нигде не слышим не даже самой сус христа но от книги но знаю слышим от даниил да ну и здесь вот как раз уже речь идет вот об этой небесной войне то есть я вам немножко пропустил хотя это немножко всего 10 стихов считаю что даже это будет затягивать наша нашу мое видео и мы с вами кратом тоже достаточно совсем символами образами вражда между этими зверьми там этот рог и вот и вознесся он кто до до воинства небесная думаю да как догадались кто дьявол и сатана и незринул на землю часть всего воинства но по книге кроме знаю что 3 до всех ангелов было было незринуто пали вместести со своим со своим начальником звезд и попрал их и даже вознесся на вождя воинство сего на михаила и отнята была у нее ежедневная жертва и поругана было место святыни его и воинство предано вместе с ежедневную жертву за нечестие и он повергая истин на землю действовал и успевал но в книге трое мы так читаем что горе горе земле без сошел к вам дьявол сошел к вам силу и услышал я одного святого говорящего и он сказал это святой и сказал то святой кому-то вопрошавшим насколько времени теперь внимание дает вот те стихи которых чем которые у себя на страничке вырвав из контекста здесь мы с вами ведь в контекст немножко погрузились насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве об упустошительном нечестие когда святыня и воинство будут попираем и и сказал мне на две тысячи 300 вечеров и утр и тогда святилище очистится вот тут мы дальше уже не будем читать речь там биби сет даниила с ангелом да вот нам этого достаточно для контекста сегодняшнего видео она и так все равно получится не маленькая то есть речь идет о чем мы с вами видим конкретную цифру 2300 вечеров и утра но вечер утро день день чудесная до на 2300 дней 2300 дней делим на 365 сколько получаем 6,3 года то есть 6,6 лет и 4 месяца и тогда свечилище очистится 6,3 и заметьте здесь вопрос никогда будет не сколько времени будет когда когда не будет уже ежедневной жертве и опустошение здесь и о том то есть опустошением конечно же называется воцарение антихриста надо понять у нас есть два мира видим и как его горит не видим и не совсем правильно всем говорю видимый мир и мир на наш сельский мир и мир духов или тонкий мир он тоже видим и просто он не видим то считаешь как не видно ничего за этой стеной что там другой человек делает да вы поймите мир духов и мир человек людей он очень он 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 как зеркало и вообще ангелы и люди очень близкие по по своему существа они пусть не прям по образу и подобию бога сотворены вот но ангелы такие же свободные могут творить добро и зло и точно такие же вечные у нас есть какие-то минимальные отличия не зря что ангелы кто знает когда на земле являлись всяк вся библия ветхий новый сайт переполнен местами где ангелы являясь людям были абсолютно похожи на человека ни у кого из людей не возникало даже мысль подумать что это ангел они обычно думают что это обычные люди про не понимали откуда они там взялись перед ними так далее да вот это очень важно вот и у них там происходит то же самое что у нас там тоже борьба добра со злом почему я говорю что вот это вот событие 12 главы и 13 и и в 12 она более кратко объяснена ну зачем нам правда там что там на небесах война на небе поэтому нам так кратко описано а уже то что у нас будет на земле происходить с 13 по 19 нам описано уже более подробно на самом деле как я вам сказал действительно очень похоже что 12 13 глава это прям параллельные места и что война на небе и когда дьявол тут только низ немножко события знаете в чем что у них раз дьявол на землю сошел дьявола воплотиться на земле вот это не сам антихрист антихрист это это человек точно такое же зеркало в духовном мире это дьявол дьявол не выше человек когда там дьявол так бояться и ставить его что он там выше людей всех нет это очень важно понимать они такие же как мы вот практически да вот и действительно эти события запараллеленное это очень важно очень похоже и то есть там тоже будет как говорится что до времени действительно вот то есть жертва будет происходить на так называемую жертвы это это не обязательно что в юрсалиме она будет реально происходить до жертвы подразумевается что еще люди хотя бы способны любить и действительно это то есть даже не буду не важно там юрсалим будет новый храм построен или в том который уже есть там вот этот мусульманский в нем там антихрист вас сядет том что он тоже будет за все религии топить не суть важно то есть образно понимать что до этого дня есть жертва а потом она уже отменять тоже антихрист сядет в храме будет выдавать себя за бога выше всех превознесет себя и так далее так далее так далее даниил тоже об этом много сказано как он себя будет вести вплоть до того что будет говорить да там богов не почти ты так далее так далее то есть все скажет я бог в этом как бы по прекращению как бы той жертвы люди раньше приносили почитание богом пусть даже на словах да что на самом деле мы должны чтить богу только на словах никаких там кровавых жертв тем более приносить не должны да но когда он себя объявит бога люди принесут ему поклонение поклонение почитание это одно и то же вот когда все ему покланяться поставив себе печать на руку и на лоб да все этим будет прекращена жертва богу поклонение богу почитание богу и богово бога естественного бога творца неба земли того кто и создал до принесут свое жертву не тому принесут ее дьяволу очень важно понять здесь данил спрашивает как бы обо всем времени вот о том еще раз прочитаем насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестие то есть и о том о том то есть 6 тоже давайте хотя бы округе ну да как проще говоришь из плен тоже ладно то есть две тысячи триста дней или 6,3 года это время и принесения и опустошительной жертвы до тех пор пока все это иисус не смой да то есть мы видим 6,3 года вот опять же смотрите похоже это на седмицу так методы отвлекли немного ну так вот может я забыл о чем я только что говорил немножко поэтому так получится я учусь показывать вообще а седмица так называемый об этой седьмине мы сейчас с вами узнаем прочитаем в 9 главе да но я вам в цельхо показать что такие цифры тоже есть такое видение даниила вот так ему было сказано на самом деле смущаться и вообще-то сказать слушай ну ты вроде про седмицу говорил про семилетие а тут же говоришь про 6,3 года плюс мы с вами видим что действительно что если там в книге откровения вообще нет точной цифры до 7 лет да но на самом деле как я уже не зря вам показал все вот эти моменты что в принципе несмотря на то что три события по книге откровениям о которых я вам вот говорил эти два пророка дева и царство антихриста до что эти три с план года мог вполне яру быть в одном месте да вот и более того в принципе это вообще если мы в одно место как мы уже в одну сложим сложим события да то тогда вот это вот нечестия которая будет происходить она действительно может происходить начаться как говорится раньше да это вообще не связано с там два пророка или еще что-то это она вся показана практически книг откровения когда так скажем то есть какого момента то есть сам печати там начать читать и грубо говоря да мы не можем привязываться к этим местам да то есть на самом деле эти шесть и три года они вполне вписываются в семилетие да они где-то там сдвигаются да мы точно них не знаю то что сейчас мы с вами как будем у даниила седмины читать поэтому находить здесь какие-то противоречия я лично их не вижу действительно опять просто сказано о конкретных вот событиях да вот об этих то что там на одно и то же событие просто с разных сторон смотрится здесь конкретно речь идет как будет об этой жертве пусть духовный до когда она будет и когда ее не будет до богу когда она будет когда она прекратится и когда вновь все это все будет уничтожен так скажем все это не попирание придет иисус да вот это очень важно давайте рассмотрим второй момент это уже книга даниила 9 глава 28 стих и утвердит завет для многих одно семилетие а в половине семилетия прекратится жертва и приношение и на крыле святелище будет мерзость запустения это вырванный кусок а я вам предлагаю прочитать как всегда как видите на самом деле даже то что мы с вами вырываем здесь не так уже много вот мы с вами 9 8 главу начали читать рюкта кто хочет может это все про прочитать до конца вы увидите все то же самое вообще если хотите разобраться последних временах конечно же все одновременно читать и понимать и перечитывать углубляться книга даниила апостол палах и слоникицах второе посту второе послание апостол петра тоже можно присовокупить да там много вещей коринфянам первое послание 15 глава да то есть все это там дополняет одно другое до 9 глава давайте тоже все-таки целиком уж прочтем ролик посвящен непосредственно седьмине то место о котором и сказано здесь вырывать вообще не вижу смысл да она достаточно небольшая как видите на своем сайте я все снабжаю какими-то иллюстрациями чтобы был просто немножко понятно тогда как-то запоминалось что-то и вот в первый год дарья сына осуирова из рода медийского который поставлен был царем на то царством халдейские в первый год царствования его я даниил сообразил по книгам число лет о котором было слово господня керемии пророку что 70 лет исполнится над опустошением иерусалима то есть то известное может кому-то кому-то неизвестно не зная 70-летние пленением евреев когда они были уведены в плен до царем новоходоносором и вот они там находится плену 70 лет и обратился лицом то есть он уразумел что вот он тоже сидел он в этом плену был сам даниил да хотя был при царе там кто знает да вот еще несколько его друзей три друга в основном но при этом он ведь он да я понял я уразумел по писанию что пророк вот он сам читает пророка да и говорит что-то я понял что 70 лет мы здесь должны привать но что будет позже да я обратился лицом моего моего господу богу с молитву и молением в посте и вретящие пепли и молился я господу богу моему исповедовался и сказал молю тебя господи боже великий дивно хранящий завет имел с любящим тебя и соблюдающим ладно мы пропустим его всю молитву давайте все таки чтобы не удлинять ролик в общем даниил молится молится хорошо правильно исповедуя грехи свои все хорошо то есть прежде чем что-то вопрошать у бога надо вести святую жизнь давно в этом смысл и что он да и когда я еще говорил и молился исповедовал грехи мои грехи народа моего израиля и повергал мольбу мою пред господом бога моим а святой горе бога моего когда еще продолжал молитву но он он вопрошал а вопрошал что будет с израилем да когда мы вернемся в родной дом храм отстроим и все прочие вещи да когда еще продолжал молитву муж говорил которую я видел прежде видение быстро прилетев коснулся меня около времени вечерней жертвой и вразумлял меня говорил со мной и сказал даниил теперь я и шел чтобы научить тебя разумению вначале моленья твоего вышло слово и я пришел возвестить его тебе ибо ты муж желаний и так вникни в слово и разуме видением семьдесят седьмин то есть семьдесят семилетий определены для народа твоего и святого города твоего чтобы покрыто было преступление запечатаны были грехи и заглажены беззакония и чтобы приведена была правда вечная и запечатаны были видения и пророк и помазан был святой святых и так знай и разумеешь с того времени как выйдет повеление о восстановлении русалима до христа владыки 7 семилетий и 62 семилетия и возвратится народ и оба и обстроится улицы и стены но в трудные времена слушайте вот на этом кус кусочки я не буду вам ничего рассказать кто хочет посмотрите мою книгу даниила я там обо всем говорил не хочу сейчас повторяться да что это за то есть там 490 лет до все до всех этих событий для народа в израиле вообще ну образно он ему говорит до того как вы как израильский народ евреи целиком отвергнуты иисуса христа того иисуса христа которого все с вами знаем да ну и тут рассказано что это будет вот скоро уже выйдет не переживай скоро выйдет уже приказ о том что можете некоторые возвращаться кто кто знает всю эту историю царство там по пророкам когда израильскому будет опущен часть пойдет уже там выстраивать иерусалим восстанавливать храм в частности да вот он все ему это как бы предрекает да вот но самое важное мы сегодня прошлого все не 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 удлинять ролик да в моей версии час это коротко поэтому да но по истечении шестидесяти двух семилетий предан будет христос смерти и не будет здесь четко предсказано что распятие иисуса христа то есть как раз от времени даниила когда он все это вопрошал все спрашивал 490 лет это уже все конец это грубо говоря кто знает это так называемая иудейская война которая будет так в 78 80-е года рождества после рождества христова да то есть как раз еще где-то че так образно через 50 лет после вот смерти иисуса его убийство его воскрешение его вознесения а то есть он говорит а вот до этого времени будет 62 седмицы да то есть а еще останется 8 87 56 то есть там все где-то это все сходится вот я вам сегодня никаких тут схем не буду рисовать то есть это действительно все походит да но по и по и посещении шести двух семилетий предан будет христос смерти и не будет а горд и свящие и святилище разрушены будут народом вождя который придет и конец его будет как от наводнения и до конца войны будут опустошения и утвердит завет для многих одно семилетие а в половине семилетия прекратится жертва и приношение и на крыле святилище будет мерзость запустения и окончательно предопределенная погибель постигнет опустошители нет вот понятно когда я читаю я надеюсь хоть чтобы вам со временем стало может быть уже кому-то понятно то есть еще раз что ему говорит ангел даниилу да что пройдет там ну 62 на 7 сколько там 300 434 что-то года до больше четырех веков пройдет и вот но мы тут не говорит что христос придет проживет там 30 лет на земле станет проповедовать три с половиной года где-то да как мы считаем по аналогии с откровением что царство будет антихрист три с половиной года и будет распят убит но будет воскресен воскрешен и вознесен здесь он все эти рассказывать на смерти христа говорит да потом он говорит и так и произошло через еще семь седьмин да будет разрушен весь этот храм да там будет долгая война так называемые так называют просто иудейская война это когда иудеи все-таки сбунтуются под против римской оккупации до восстанут вырежут то весь римский гарнизон и рим пошлет легионные там своих войск чтобы иерусалим взять опять силы проработить до войной и будет несколько лет продолжаться эта иудейская война и все будет разрушена вплоть до храма да вот здесь конечно ангел да дает говорил дает даниилу принципе пророчества прямо первым 6 христа но ветхом завете все что сказано об израиле или прямо христе порой калькой не всегда но часто накладывается и на второе пришествие сус христа и здесь мы с вами видим все то же самое действительно ну не все можно наложить там уже это же явно первом пришествии иисуса христа сказано что через три 434 года что он будет убит больше христа бога нашего никто никогда не убьет вот это мы оставляем к первым пришествием но а то о чем говорится в конце действительно калькой накладывается на второе пришествие сус христа и действительно что последнее что действительно тоже опять мы ведь все время об этом прекращении жертвы да а мерзости запустения который будет стоять на крыле на балконе на краю храма как хотите читайте да и что действительно вот его во время то все ли будет семилетия до в котором будет на воде наводнение ну-ка конец будет его как от наводнения то есть вот эти все события в книге откровения по сути можно здесь читать ну семи печатей и семи ангелов трубящих можно читать как вот это вот а горд святилище разрушены будут народом вождя который придет и конец его будет как на от наводнения то есть ему вот этого до до конца войны будет опустошение то есть все что мы с вами читаем это вот похоже на параллельность на книгу откровения накладывать калька вернее ну параллельно тоже можно употреблять такое слово и утвердит завет для многих одно семилетие а в половине семилетия прекратится жертва и приношение и на крыле святелище будет мерзость запустения но это что у иисуса христа это медведя запустение по помнить иисус матфею вот в этом апокалиптическое резко и так и говорит о межности запустения реченную пророком к к который говорил пророк денил это вот все вот эти вот места иисуса не на это ссылается на и что вот именно в половине семилетия прекратится жертва то есть мы с вами теперь понимаем что оказывается вот это вот то что мы с вами по схемку опять будет показывать то что по воцарению антихриста нам вот здесь сказано да что это его сарство будет респленно года его воцарение или по-другому она называется прекращением жертвы богу да она же называется мерзостью запустения на святом месте это все вот воцарение антихриста это три с половиной года до пришествия иисуса христа и потом лишь его три спали летнее царство на котором будет изливаться 7 чаш гнева да и мы видим что книги даниила сказано что это есть это середина это событие середина вот это вот семиление которая дана народу твоему да то есть середина и до нее будет вот это вот опустошение то есть принципе знаете так вот похоже да и получается но опять же вы днил же не говорит что это план семилетия а семилетие это равно так книга откровения когда еще там лет еще через сколько седьмин некий он возможно богослов еще вам даст откровение которые дал ему иисус и вот это есть семилетия вот к чему что мы на самом деле вот те кто все читаем изучаем исследуем это да кто ожидает всего этих событий мы конечно делаем выводы сами есть у нас прямые цифры прямые слова но многие вещи из разных мест писания мы конечно складываем сами в нашей голове но бог хотите нам складывает если мы этого желаем да вот сами мы размышляем и свои мозгами тоже обладаем вот мы сами делаем выводы потому что вот эту же связь которому делка же делают люди конкретно я в частности вы еще кто-то читая да это надо понимать вот здесь при прямо не описывается что да о неком семилетии даниил говорит но можем ли мы в книге я вот эта схема изобразил как бы книгу откровения от нуля я как бы взял три с половиной семь да ну и я верни нет это как будто я уже книги откровения приписал 7 лет но я я так груди эту схему изобразил тоже для себя для будущего ролик на самом деле хоть вам и в этом показываю что я как бы буду пытаться понять да можем или не можем к 7 лет хотя им уже в этих роликах тоже подвожу к этому всему вот просто второе пришествие иисуса христа будет такой день как я буду его назову там год и месяц 2 пришли с христа я буду обобщать все темы с которым вам вот уже так немного наговаривал да что на самом деле конечно же я говорю у нас остается право считать что книга откровения может быть больше этих семи лет до однозначно что там царство антихриста из плана года это да но сколько до него сколько период продолжительности вот этих вот открытие пить и си семи печати всех событий которые там описаны сколько продолжительность событий си семи ангелов трубящих это остается все равно загадкой ну только если мы она разгадывается только если мы говорим что действительно ну вот да по сути даже даниил так скажем предрекает семилеткой это вот будущее откровение она это вот наша книга откровение которым мы считаем что действительно это вот семь лет может имеет это место быть имеет склоняюсь ли я к этому да как минимум сказать что 50 на 50 никогда на эту тему не стану ни с кем спорить потому что да может быть и так может быть и не так и я я буду с радостью с удовольствием слушать разные доводы аргументы мысли всех людей которые будут и зато и зато выступать потому что и так и так вообще мне конечно близко что это 77 даже я скажу конечно при даже 50 50 мое сердце склоняется к тому что книга откровения действительно описывает семилетний период продолжительность вот этих всех событий вот в ролике о годе и месяце 2 пришедшего с христа я буду об этом говорить еще более подробно вот но утверждать как мы видите я вам специально показываю прям делать какие-то кальки дамы что что-то накладывается что-то безусловно накладывается вот но где заканчивается вот это вы поймите то что даниил вот здесь говорит как бы конец семилетия второго пришествия это половина а вот это вот начало семилетия но кто не говорит что начало семилетия совпадает тогда семью трубами то есть 7 печатей по книге откровения допустим вплоть до десяти лет лет ну там очевидно описано третье мировая да вот со всеми этими конями начинаю с этой войны голод кризиса все одно всегда да вот кто не сказал что 10 лет будет длиться а потом трубы ангела трубящий будет рубить три с половиной года и вот именно с труп до до второго пришествия вот это вот семь лет но еще десять лет печать пока будет все открываться и того там 7 10 17 и 7 17 лет что книга крайне 17 почему так мы не можем сказать еще одно место книга даниила давайте не буду затягивать это 12 глава как видите все идем тоже последовательно эту главу мы разобрали это все конец я вам все покажу девятую главу вот о том а кого какая седмица мы с вами пропустили молитву и она действительно сегодня морю так можно вырывать в контексте ее разбирать там нет смысла молится о себе еврейском народе вопрошает ну но красивых пафосных слов как это бывает в библии написано да вы заметьте 9 глава она вообще там несколько если взять вот все что там ангел ему сказал убрать это с моими картинками в принципе нам важно то все тут с 30 с 24 по какой стих то 27 это все четыре стиха вот у меня так растянулась и на экране а по сути вам чтобы углубиться и вдуматься вам нужно только прочитать 24 по 27 стиха это вот все что у вас на экране да вот но я даже чуть-чуть не помещается но просто из-за больших картинок это все это относится к первым иисус христа это важно был даниилу его народу для нас которые ждут второго происшествия иисуса христа для нас важно всего сколько ну по сути 27 а я вам перепутал да и все 27 большой стих я просто картинками разделил для нас вообще с вами важно действительно только 927 да и утвердит за это для многих одно семилетие а половина семилетия в половине семилетия прекратится семилетия прекратится жертва и приношение и на крыле и на крыле свести святилище будет мерзость запустения но окончательная ему предопределена погибель и постигнет она опустошителем когда придет иисус христос и убьет его дыханием у своих ну и мы с вами продолжаем дальше 10 глава все то же самое вы по картинкам даже может видите их не просто так везде вставляю я вставляю специально одинаковые чтобы я вот если вы заметили они действительно стараюсь здесь имени не пестрить и если я какое-то событие обозначаю какой-то картинка я стараюсь их везде даже в разных книгах соблюдать эти вещи если я вижу что это параллельное место вот я тоже не просто так это делаю как видите здесь и в каждом вы даже по картинка может видеть что в каждом его сне там откровение идут одни и те же события просто в разное время описанные да и вот у нас в частности с вами вот это это же 12 мы с вами прочитаем 12 главу 11 12 стих но в принципе читать надо конечно же начинать как вы заметили здесь большая речь я всегда тоже как видите выделяю разными цветами чтобы было понятно на самом деле это с 10 главы на читать мы сегодня сток с вами читать не будем кому интересно что вот это третье место разобрать конечно же начало ее с 10 главы я просто рассказываю что было понятно тоже когда люди листают черно-белую эту библию они ничего не понимают очень важно понимать что это опять очередное видение по моему тоже да было откровение по моему он не спал откровение разбил это видеть да то есть у даниила помнить сначала сны я просто видите посмотрю тоже мог могу что-то забывать уже все не упомнишь голове это еще одно видение она начинается с 10 главы очень важно 10 11 5 прям синим большая речь но мы с вами конечно же сегодня столько не будем разбирать его и 12 глава вот давайте хотя бы с 12 главы уже начнем и восстанет в то время михаил князь великий стоящий за сынов народа твоего это кто архангел михаил который на небе он там восстанет низвергнет дьявола и наступит на земле время тяжкой какой не было с тех пор как существует люди до сего времени вот это кстати к следующая тема ролика я буду иметь стихи тоже использовать так велика скорбь все-таки вся книга крови многие любят всю называть протестантизме такое развито но здесь мы видим что как бы великой скорби назван это не все но спасутся в это время из народ твоего все которые надо найдены будет и записаны в книге жизни и многие спящих в прахе земли пробудится один для жизни вечно другие для вечной поругания и посрамление и разумные будут сиять как светило на тверде и обратившиеся многих про и обратившиеся ноги и правде как звезды вовеки навсегда а ты данил сокрой слова сии запечатай книгу сию до последнего времени многие прочитают ее и умножится ведение знания вот мы с вами этим и занимаемся как я думаю кто знает я не был апокалиптиком и сейчас я им еще так не скажи не являюсь то просто причине мы еще на сто процентов не можем утверждать что мы вошли события книги откровения хотя теперь я стал говорить и вы видите по количеству роликов выходим на канале что похоже мы при дверях это точно если начнется третья мировая по моему сомнению вообще не останется с вами много всего сбываешься из книги откровения будем зреть своими глазами тогда даниил посмотрел и вот стоит двое двое других один на этом берегу реки другой на том друг берегу реки и один сказал мужу в льду одежде который стоял над водами реки и когда будет когда будет конец этих чудных происшествий и слышал я как муж льду одежде находившись над водами реки подняв правую левую руку к небу клялся живущим вовеки что концу времени и времен и полу времени и по совершенным низложение силы народа святого все это совершится я слышал это но не понял и потом сказал господин мой что же после этого будет и отвечал он иди даниил ибо сокрыты и запечатаны слова сей до последнего времени многие очистятся убилятся и переплавлены будет в искушении нечестивые же будут поступать нечестиво и не уразумеет всего никто из нечестивых а мудрый у разумеет я здесь хочу напомнить видео может ролик в 5 назад отмотайте по каналу кто смотрит или пишите в комментариях я дам ссылка записал ролик как понять книгу откровение да вообще любую книгу библии и вообще что не в жизни понять вообще как познать истину но просто книгам познать истину вообще очень просто пребывающий в любви пребывает в боге ибо бог и есть любовь поэтому кто любит то знает бога любящий познал бога не любящий не знает бога Но что касается книгам, там я дал еще несколько условий. Первое, это последовательное чтение. Второе, невырывание из контекста, что можно тоже порой в один критерий совместить. Я там и писал, что действительно тот, кто свят, тот добр, только может познавать истину. Видеть ее в книгах очень важно. Можно, я там на разные места ссылаюсь, люблю цитаты разные. Кто помнит, я вспоминаю фильм «Кот да Винчи», есть такая книга, по ней снят фильмы, там главный герой говорит одному человеку, что только достойный, только достойный, достоин. Ну, как-то он сказал, я что-то теперь забываю, там не было такой тавтологичности. Только достойный, достойный открыть Крипстекс, да, там эту тайну. И здесь вот то же самое написано. И кто знает, что умный и добрый человек – это одно и то же. Поэтому здесь так и сказано, что не уразумеет всего никто из нечестивых, а мудрый уразумеет. Но здесь под мудростью называется благочестие, то есть святой человек, добрый человек, да. То есть из нечестивых никто не уразумеет, а мудрый, благочестивый, добрый, святые и любвеобильные люди уразумеет. Ну и сейчас внимание, да. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. А ты иди к твоему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. Ну и здесь Даниилу уже на старости лет предсказано, ну не предсказано, а повелено не нервничать, не переживать, а идти спокойно. В конце все воскреснем. Смотрите, нам опять две цифры. Опять те же самые 1290 дней. Кажется, немножко не совпадает. В книге Откровений нам сказано о 2260 днях. То есть там 3,4 года, здесь 3,53, если в цельно-дробных числах выражаться. Ну а по сути отличия на месяц. 1260 дней и 1290 дней. Ну да, не надо вам еще раз открывать, где описано царство Антихриста, что он восстанет и будет праздновать 1260 дней. Все это его правление. Не надо смущаться, как мы видим, очень все похоже. То есть от времени, еще раз, я надеюсь, вы вчитались, или я для вас еще раз прочитаю. Давайте, ибо сокрытое записало. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. А в книге Откровения, еще раз обратим внимание, ой, это книга Даниила, да, я сейчас не буду здесь. Или я перейду сейчас на как раз. Да, давайте уже на эту страничку опять вернемся, которую я и создал. Последние седмины апокалипсиса. Очень важно читать, кажется, немножко несостыковки. Знаете, тут я говорю, 1260 дней. Но в книге Откровения, 13-я глава, очень четко сказано. И даны были ему уста, говорящий, гордый и богохульный, и дана ему власть действовать 42 месяца. То есть, грубо говоря, если хотите, его коронация. Но, как говорится, отменена жертва будет на месяц раньше. Поэтому ничего здесь, никаких несостыковок нету. То есть, со времени прекращения ежедневной жертвы и постановления. Ну, как вы знаете, выбор проходит. Возьмите любой страны. Ну, в России там президентов, да. То есть, выбрали одни, зафиксировали, что да, столько проголосовало, там, страна выбрала такого-то идиота. По-другому сказать не могу. Ни разу правителями не были в истории человечества нормальными людьми. Но коронация его будет через месяц. Это всегда так было. В России, по-моему, я даже сейчас могу просто лукавить и скажу, что месяц, чтобы подгрести под это. Нет. Ну, действительно, коронация, коронация короля, вы знаете, как у нас, игнурация, да, или как-то слышно, поправьте меня, что-то у меня язык заплетается, не могу выговорить. Игнурация. Ну, вы поняли, короче, игнурация, как президент, это что-то слово никак. Я знаю его, вижу, в глазах произнести не могу, заплетается на втором слоге язык что-то. Вот. Происходит где-то там, по-моему, я не помню, через какое время, честно, в России уже забыл. Вот. Через какое-то время происходит. Здесь все то же самое. То есть, время прекращения жертвы, это когда вот все, люди признаны, это время признания. Вот все. С антихристом будет то же самое, да. Все вот когда скажут, да, 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 все, мы согласны. Ну, а уже когда он выйдет на балкон этого храма, как он будет выглядеть, крыло там, как угодно это называйте, краем храма где-то, какой-то выступ, все что-то. Ну, папа римский с балкона, что нас был бы выступать. Сейчас скажут, что его подвел. Ну, а кто знает-то, да, может он и будет там выступать. Мы не знаем, с балкончик, смотри, какие совпадения тоже, да. Не думаю. Да. Вот так вот. Слушайте, я смеюсь, конечно, все печально, но, вы знаете, без юмора жить. Когда-нибудь все, конечно, будет хорошо у нас у всех. Просто хочется и так уже, вот так, руками голову покрыть от всего, что происходит, и куда-нибудь просто забиться в какой-нибудь малый уголок. Потому что это просто беда, сколько людей страдает, сколько ужасов, а сколько нам еще всего предстоит просто нормальному человеку. Как Павел сказал, что что, Бог приготовил любящим, что Бог приготовил любящим, его не приходило, то и на сердце, и на ум людям. Вот что приготовлено нелюбящим, это тоже нормально, человек даже в голову не приходит и на сердце. Так что все очень совпадает, как мы видим с вами, даже уже у Даниила, помимо книги Откровений, нам уже много открыто. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. Кажется, опять небольшая несостыковочка. И еще чуть больше. На самом деле нам просто сообщается количество дней, потому что со времен, так скажем, когда его царство будет разрушено, да, этот Вавилон. На самом деле само воскресенье, получается, можно с вами тоже предсказать, будет еще через сколько? Еще через полтора месяца. В плане может быть такой, да, то есть это такой отдаленный. Нам все время кажется, тоже мы книгу Откровений читаем, как будто там прям все день в день происходит. Нет, это не обязательно. Нам там так не написано, что на следующий день, да. Нам написаны такие события. То есть эти дни мы видим, что это опять разница просто в полтора месяца, но она что-то значит, да. Что-то отодвигает. Блажен, кто ожидает. Или, если хотите, это будет уже непосредственно сидение на престолах, где там описано в 20 главе. То есть это какой-то, потому что написано блажен, счастлив, кто достигнет вот этого, да, этот момент воскресенья, да. Да, ведь само падение этого антихриста тоже нам непонятно. Да, там есть это, когда зверь будет разрывать блудницу, там все это, да. То есть, короче, там есть какие-то периоды, там тоже точно сейчас это не совсем открыто, не совсем понятно. Но честно, для меня, я вам скажу, уже вот такое вот ничего не имеет значения. Я вижу идеально, так скажем, что все это описано, а просто пока непонятны эти какие-то вещи, да. Блажен, значит, это уже описан какой-то счастливый день конкретно, да, когда мы там будем воскресать, садиться на престоле, так далее. Там восхищаясь к Иисусу, в Иерусалиме себе собираться, до этого там все должно быть почищено. Вот, то есть мы видим, что это будет в каких-то небольших событиях все-таки происходить. Вот тоже интересное место, оно, казалось бы, к седьмине не очень относится. Я вам показал по Даниилу, вы знаете, я люблю ролик, и так в концовке на час получился. Но этот ролик я не обещал коротким, я сейчас такие как-то чередую, я некоторые показываю такими событиями, чтобы вас все равно какими-то, как я говорю, яркими запечатлялось, пятнами. Ну и все равно, конечно, вот такие вот видео. То есть вы с вами сегодня посмотрели, очень важно, по книге Откровения, вот это три места, говорящие, возможно, за параллельные. И я к этому больше, конечно, склоняюсь, уже все больше и больше вам оговариваюсь, да. У Даниила тоже все очень хорошо сказано, да. Все нам очень хорошо показано, вот. 1200, 2300 дней, я говорю, не совсем как бы с семилетием прям состыкуется. Но вообще, знаете, ведь семилетие, это не говорит, что это прям ровно 7 умножить на 365, сколько там получится. Давайте сейчас я быстро умножу. 7 умножить на 365, а в теории там еще лесокосный день, но неважно, 2555 вот у меня на калькуляторе уносил. Да, это не важно, что 2300 не совсем согласуется с 2555, с круглой, если мы 7 лет возьмем круглые. Возможно, что семилетие обозначает не прям точные 7 лет, да, ведь это последнее семилетие. Написано 77, даже там, да, даже то, что относится к первому Иисусу, но ведь последнее седьмино может быть не до конца исполнено, так скажем, да. Вот. Ну и плюс, надо тоже не забывать, что пусть вот эти несостыковочные дни какие-то, ну 0,07 года, это вот как раз 8 месяцев, они где-то вот здесь вот дальше дополняются. Потому что вы видите, в каждой Даниила есть у него конкретные вопросы. Сколько времени представляет, это видение о ежедневной жертве и о пустошении, но эти пустошения ты еще не знаешь, что это второе пришествие. Поэтому оно заканчивается как бы не семилетием, да, потому что, я говорю, потом там будет еще брожение, я говорю, будет еще, зверь будет, говорю, свою жблудницу пожирать. Это очень важно, вот это все, да, там будут междоусобные брани, в царстве, ну не брани, там решения будут, да, это очень важно понимать. Я про великий скорбь, вот следующий ролик будет, очень важно понимать, что во время Тысячелетнего Царства никаких междоусобных, я говорю, сейчас неправильно выразился, простите меня, что у вас в памяти не запечатлелось, нет. Там не будет междоусобных брани, там просто блудницу скинутся, да, это очень важно понимать, вот, зверь. А междоусобных ничего не будет, наоборот, в то время будет говорить мир и безопасность, это нам апостол Павел дал такое откровение, очень важно. Вот, так что вот делайте выводы сами, я из всего вот прочтенного, даже вместе с вами, сейчас для вас точнее, вы вместе со мной, так будет правильно выразиться, у меня выводы действительно вот такие напрашиваются, что Седмица, Семилетие, ну, похоже, что это книга Откровения целиком. Вот, и действительно, она разделяется, так скажем, напополам, да, это событие, опять меня отвлекли, ну, в общем, ну, в общем, я вам все сказал, да, вот про Семилетие, а, я просто забываю, потому что меня обрывают, и я забываю, на чем я остановился, что действительно книга Откровения, это 7 лет, но я вспомнил, да, и 7 эти лет делятся пополам, это до пришествия Антихриста и после него, 3,5 года. До пришествия, это трубы, открытие печати, 7 печати и трубения, не знаю, как правильно склонять, когда будут 7 англов втрубить в трубы, запараллелить те места не имеет возможности, это по книге Откровения я всегда показываю, но там тоже ничего такого, вполне может все произойти за 3,5 года. Дурдом, который я уже говорил, мы с вами, люди, способны сейчас на земле сотворить, и в сроки, которые, тут удивляться вообще нечему, и Царство Антихриста, 3,5 года, тоже все очень похоже. Ну, вот так вот. Можно ли назвать книгу «Последняя седмица» и, как ее называют, «Последняя седмица перед пришествием Христа»? Да, вполне возможно. Я к этому уже говорю вам тайно, но это не тайно, уже несколько раз сказал, все-таки я к этому действительно склоняюсь, мне это близко. Почему? Еще больше я буду говорить, а вот сейчас через один ролик о месяце и годе второго пришествия Христа, там я буду тоже все это говорить, но вот без этих роликов будет непонятно, и что я там буду рассказывать. Ну, вот такие у меня по книге Даниила, по седмице, о которой кто-то, может, что-то слышал, кто-то не слышал, знает, у кого-то какая-то каша в голове. Я надеюсь, что сегодня у вас какие-то места раскрылись. Конечно, все это хорошо видеть, вот так, как я всем говорю, это, знаете, образ орла, я много раз говорил. Сам я орел, да, я все вот это вижу, конечно, у меня все это в голове. Я говорю, у меня, может, есть, вот, как я говорю, какие-то вопросы, но только потому, что их нет на них ответов. То есть я вынужден просто додумывать, выказывать свои предположения, что-то Бог на сердце открывает. Но если основанием делать Писание, как любят, да, там вот доказательства, это вот покажи, где там в книге написано, есть много верующих, так называемых христиан, тех же самых, именно таких, то прям вот таких я вам честно показываю, показываю все, что есть, какие выводы мы из этого можем сделать, какие выводы точно правильные, точно неправильные, это я, конечно, говорю. Ну, а все остальные, если есть возможные вариации, и опровергнуть их тоже никак нельзя, да, то имеет место быть все эти варианты, да. Вот, ну, я хотел вам все эти места, чтобы вы знали, где их искать, как обратиться, может быть, даже после моего видео, захотите Даниила, перечитайте восьмую главу, перечитайте девятую главу, перечитайте, ну, в общем, все с восьмой и далее по тексту, да, потому что вы видели, что то, что мы даже читали с вами в двенадцатой, это начинается в десятой. То есть это три разные, ну, второй, видите, даже видение не звать, ангел просто с ним общался, почему я говорю, тут не суть важно, можно что-то забывать, где ему что снилось, где сном называется, где видение, это была просто беседа с ангелом, ничего ему не виделось, ангел ему прямо текстом говорил, что будет происходить, то есть он ничего не созерцал, вот эту девятую главу, где про седмицу, он ему просто дал такое вот откровение. Вот, так что, кому интересно, может посмотреть, конечно, при этом надо хорошо плавать в книге Откровений, видеть ее тоже вот так, вот все события, как очередность, как все это последовательность происходит, помнить практически наизусть, да, вот, не то, что я тоже, знаете, я же не то, что там прям помню, какая труба, что там обозначает, в смысле, что там будет при ней происходить, но я знаю вот эту камву, знаю вот это оглавление, я точно не помню, знаю какие-то такие крупные моменты, вы помните, вот, у кого-то, пожалуйста, у кого более гениальная память, действительно, он сможет вам еще про каждый тут же без текста рассказать, вот, но я вижу все вот эти крупные моменты, знаете, это как Евангелие, да, ты можешь не знать там всех притч Иисус не помнить, но уж пересказать Евангелие, знаете, как в школе было краткое изложение, да, вот это у нас, или как там оно называлось, или просто изложение, да, было сочинение, было изложение, это когда ты слушаешь текст, а потом мы его должны были, как помним, по памяти как-то переложить, вот это то же самое, уж знаете, любую книгу, понимать, да, книгу, там, деяния апостолов, я вот могу так по главам пробежаться, вспомнить, да, как все происходило, там, опять нам показано, воскресенье, вознесение Иисуса, ученики собираются, пятидесятница, первая речь Петра, там, вторая речь Петра, когда-нибудь там слепо этого никогда неходящего поднимают, их там избивают, в тюрьму сажают, ангел их выводит, да, то есть там, Анания Сапфиры, то есть я вот так в памяти, я реально, там, книгу, ну я же про Евангелие вам не говорю, прекрасно, значит, что я его знаю дословно, да, вот я, Евангелие Тана, допустим, там вообще всего семь событий таких крупных до тринадцатой главы, где описано прощальный ужин, да, какие крупные, понятные, известные, вот, то есть вот такие моменты, книга в крови, да, может я вам по памяти не буду прям говорить, как труба, какая-то, что значит я, хотя коней я почему-то в печати я все практически запомнил, ну, потому что я к ним чаще обращаюсь, потому что это начало, тоже я на них ссылаюсь все время, что вот-вот, это мы видим, этого пока нету, трубы я так все время, как бы, глубоко тоже, потому что там еще все, еще в масштабе, еще больше, вот, ну, по сути тоже, и там больше уже проблем с землей, вот эти с природой все описаны, катаклизмы, вот, я, как бы, меньше обращался, поэтому что-то не очень так помню хорошо, но я помню всю структуру книги, я вот так ее вижу, по полочкам, как краткое содержание, это очень важно, тогда ты все это понимаешь, у тебя из других мест складывается, и это апокалиптическая речь Иисуса, вот это, 24-25 глава Матфея Евангелия, это очень тоже важно, вот она по структуре прям вся тоже идеально прям является, ну, по сути, она является, это оглавлением, калька из, как хотите, а потом уже туда книг откровений, и все это раскрывает, просто, как говорится, как гармошка сжата, откровения разжатая, вот и все, вот, речь Иисуса, это сжатая гармошка книги откровения, да, книг откровения разжатая, раскрытая, вот и все, те же самые события, в той же самой последовательности, все там, мы именно себя и проверяем, когда вот мы калькой все это накладываем, вот все эти сны Даниила, они прям видятся во всех эти, когда вы какие-то главные моменты выделите в речи Иисуса, в книге откровений, ну, в речи Иисуса он и так выделил из откровений, я говорю, но можно еще для себя выделить какие-то важные моменты, вы увидите, что они калькой накладываются вот на все пророчества, уж тем более к Даниилу это все относится, вот так вот, вот такое мое видео о седмице, о семилетии, надеюсь, о седмице неправильно, это семь дней, о седьмине, вроде как, да, правильно, потому что я иногда тоже, если вылетал о седмице, я имел в виду седмина, да, означающее семилетие, надеюсь, вот видео вам помогло, что тоже подраскрыло, подрисовало в вашей голове всех событий, которые происходят, которые нам предстоит с вами еще всем узреть, ну, я вас приглашаю на дальнейший просмотр моих роликов, в следующее видео запишу, что, как я вам сказал, назвать ее хочу, по-моему, «Великая ли скорбь или пир во время чумы?» Вот там мы поговорим, что, да, можно ли всю книгу, еще раз мы поговорим уже, можно ли великую более подробно на нескольких цитатах из Библии, можно ли книгу откровение назвать великой скорби, да, ну, а пир во время чумы, узнаете, почему я тоже все это в одном видео поговорю, и почему она великая ли, скорбь ли, об этом вы узнаете в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»